Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали нас новой рулеткой. Уже долгое время она есть, я имею ввиду не несколько дней, но все равно уже достаточное количество времени прошло и может многие авторы других ютуб каналов уже выложили свои видео на данную тему. Я бы хотел поделиться своим скромным мнением и убеждением, почему не стоит крутить данную рулетку. Сейчас попытаюсь все обосновать и заценим саму машинку, выкатив ее из ангара. Главные награды здесь TL7120, буду называть его TL-кой для сокращения имени и чтобы не терять много времени. Есть легендарный внешний вид, который действительно машине очень подходит, классно, красиво, вопросов никаких не имею. Да, немножко перебор с этим количеством глаз, но в целом, ребят, машинка смотрится действительно достойно. Есть обвес и есть Х5. Все остальное, ребят, это шелуха, которую я лично не считаю особыми ценностями. Ну, допустим, аватаров у нас в игре хватает, свободного опыта всего 2000. Ну, а что касается серебра, то, в принципе, на годных фармящих машинах, по моим подсчетам, приблизительно где-то 15-20 побед на нормальной годной фармящей машине. И эту сумму серебром вы соберете, а голду на это не потратите. Что же касается, ребят, голды, если вы возьмете в руки калькулятор и все вот это вот собьете, все 11 прокрутов, то вы потратите 21605. Ну, давайте для ровного счета 21600. Это если вы прокрутите полностью всю рулетку. Мой личный опыт, когда я крутил рулетку на крушителя, а я очень сильно его хотел, показал, что я забрал крушителя с последнего прокрута. Я просто потратил суммарно, если я не ошибаюсь, 15500, но, ребят, там был все-таки контейнер и там еще было два обвеса. Таким образом, я лично для себя посчитал, что на саму машину, если не считать обвесы и контейнер, я потратил 13500. И это, в принципе, прикольная, веселая, классная и довольно-таки редкая в свое время была машина. Сейчас их пруд-прудим, у всех, у кого не лень. Что касается ТЛ-ки. Ребят, ТЛ- машина посредственная. Я не могу сказать, что она супер какая-то классная, имбой точно его не назовешь. Да, у него есть плюс-минус какая-то броня, особенно в башне, но угол склонения орудия вниз, минус 7, не сильно комфортен в игре от башни. Да, в целом нормально можно пользоваться, дискомфорта особого не вызывает, но и имбовым тоже данный показатель не поднимается язык сказать про него такое. Что касается урона, да, 400 единиц это действительно нормально, годно, вопросов нет. Да и плюс еще и время перезарядки 9,5 секунд, я бы сказал, очень удобно используется в бою. ДПМ при этом у нас, ребят, 2500 с учетом оборудования, амуниции и довольно-таки комфортное время сведения и разброс. Безусловно, по орудию прицепиться особо не к чему. Что касается брони, порой пробивают, порой нет, машина, я бы сказал, бабка на двое гадала. Хотя сама башня, если от нее отыгрывать, довольно неплохо рикошетит. Но, ребят, комбашня довольно-таки немалых размеров и довольно часто страдает от пробитий. Плюс к тому, есть вот эти вот зоны, которые, когда вы ромбом играете, очень весело пробиваются вашими соперниками. Короче говоря, есть слабые зоны, но я бы не сказал, что это прям совсем картонный картон. Ну что, ребят, давайте выкатим машину из ангара. Рулетку я крутить не буду. Почему не буду крутить рулетку? К этому вопросу мы вернемся по результатам нашего сейчас боя. Вне зависимости от того, каким он будет, ничего никогда не вырезаю. Поскольку ни в коем случае не хочу кого-то вводить в заблуждение. Я всегда показываю машины такими, какие они есть. Я никогда не буду записывать 20-30 боев, выбирать из них самые лучшие для того, чтобы вам что-то показать в наилучшем внешнем виде. И, соответственно, агитировать вас к приобретению чего-либо. В первую очередь, потому что я знаю стоимость голды, я знаю ее ценность, я знаю, что такое фармить голду. Я знаю, что такое свои деньги вкладывать в игру. И поэтому никогда не посоветую вам потратить ваши кровные на что-нибудь, то, что может потенциально вас расстроить. Если вы за честность ютюбера, если вы за честность на канале, обязательно подписывайтесь прямо сейчас на канал. Как только мы соберем 20 тысяч подписчиков, разыграем несколько прем танков. Ну, чем не дополнительный повод, чтобы подписаться. Плюс к тому, ребят, у нас огромное количество других веселухих, других розыгрышей. Да и вообще, поддержите автора честного канала. Ну и плюс канала, который пытается быть не таким, как все. Я ни в коем случае никогда не буду вас пилить на тему того, что вы должны быть статистами. Вы должны набивать какой-то средний урон. Я за то, чтобы получать удовольствие от игры в первую очередь. Ну а цифры, это уже второстепенно, по крайней мере для меня. Что касается машины. Бодро передвигающаяся по карте ее не назовешь. Если говорить о том, чтобы сдавать назад, очень уныло оттягивается назад. И это очень дискомфортно, потому что, когда вы делаете выстрел из-за какого-то укрытия. И после этого пытаетесь спрятаться. То в основном, ребят, вы это успевать делать не будете однозначно. В основном, ребят, будут пробивать. Так, ну что, попробуем. Разменялись, разменялись на 20 единиц в свою пользу. Но я не могу сказать, что прям действительно мне от этого как-то стало легче. Лучше было бы, чтобы меня не пробили, а пробил только я. Так, выцелим. Время сведения очень хорошее. Несмотря на то, что заявленная цифра довольно-таки высока. Более 3,5 секунд. Но в целом, ребят, в боях нормально. Все окей. Время перезарядки тоже комфортное. Действительно удобно отыгрывается. Я не могу сказать, что время перезарядки будет вас расстраивать. Точность орудия тоже хорошая. На дальних расстояниях в основном вы выцеливаете те слабые зоны, которые вам нужны. И закидываете туда урон. Причем урон в целом, я бы не сказал, что является имбовым. Но в то же время он действительно приятен. Сейчас мне в затылок прилетело, я так понимаю, от ПТХи, которая уже пробралась в корму. А значит нам самое время отсюда сваливать. Ну что, попытаемся здесь еще немножко повоевать. Не совсем в мою пользу сейчас пошел размен. Но я думаю, что с учетом времени перезарядки ИСа 8, с учетом альфы, которую он может закидывать, я думаю, что у нас есть все шансы выйти с ним на качественный размен. Как вы видели сейчас, броня по башне сыграла очень даже неплохо. И в принципе дала нам возможность оставить себе свои полтысячи хпшки, ну и дальше поехать в бой. Проскочил таким Т49, не успел я его зацепить своим снарядом. Давай, поднимайся. Давай, 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 не бойся. Ну поднимись чуть выше. Вот та ситуация, о которой я говорил, что когда необходимо откатиться назад, то особо веселого ничего вас не ждет. Будет очень сложно спрятаться вовремя. И только вот если вдруг замешкал ваш соперник, только в таком случае вы действительно пробития не получите. В противоположном же случае, если соперник, ну я бы сказал, попался годный, да, и будет действовать максимально быстро, то безусловно это пробитие однозначное, причем делающее вам неприятно однозначно тоже. Ну вот так вот как-то получилось, ребят. Накидали урона, вроде бы как-то повоевали, вроде бы какая-то броня есть, но ничего выдающегося от этой машины, как правило, ты не получаешь. На моем личном опыте на 10 боев, каких-то таких, знаете, феерических классных каток, ну 2-3 максимум, все остальные абсолютно посредственные. Нет, ты не сливаешься прям постоянно в ноль какой-то, ты не уходишь прям с плохим настроением. 2380 единиц урона мы никого не уничтожили. Что касается нашего фарма, то с учетом того, что мы проиграли 28 тысяч чистыми, с учетом прем-аккаунта активированного. Ну а что касается нашей результативности по команде, то мы занимаем гордое первое место. И в целом с таким уроном на ТЛ вы будете выезжать практически из каждого боя. Опять-таки на 10 боев такой результат вы будете получать где-то приблизительно в, ну не знаю, 7 или 8 каток, по крайней мере, если вы средний танкист. Но все же, ребят, машина далеко не великолепная. И отдавать за нее 21 600, это действительно очень дорого для него, если вы будете забирать его с последнего прокрута. Почему я остро не рекомендую и считаю, что не стоит крутить данную рулетку? Ну просто потому, что открыв магазин, ребят, и опять-таки вооружившись своим калькулятором, вы можете реально взять просто, купить себе 4 премиумных машины и спать спокойно. Вы можете купить за 12 500 2 машины, а именно Т-77 и Акулу, в легендарных внешних видах, плюс Х5 в каждой данных машин, плюс открытое все оборудование. Плюс вы можете купить себе за 15 500 еще одну очень годную классную машину, которую я лично считаю мастхевом в ангаре любого танкиста. Тоже, ребят, в легендарном внешнем виде, плюс 30 дней према-аккаунта, плюс целых 25 сертификатов Х5 на любую технику, плюс открытое оборудование для восьмерки. А значит, вы уже экономите минимум 6 миллионов серебра, и плюс к тому, ребят, получаете 30 дней према, открытая вся оборудка, и плюс еще огромное количество Х5 на разные машины, и плюс еще на 2 вот этих премиумных. Итого у вас получается 18 косарей за 3 машины, а там, ребят, 21 600. Что мы можем взять себе на 3600? Опустившись вниз, ребят, вы можете взять себе, да, пускай в голом виде, еще одну премиумную машину, пускай без ничего, но вы возьмете себе, пускай семерку, которая будет у вас в ангаре, и это средний танк. Таким образом, получается, что за ценник одного ТЛ вы можете взять себе одну семерку средний танк и три восьмерки тяжа, которые действительно классные. Да, пускай Т-77 далеко не будет имбовать в каждых руках, но если вам нравятся барабаны, и вы умеете играть на плюс-минус картонных машинах с долгим временем перезарядки магазина, то Т-77 вам тоже вполне себе может зайти. Таким образом, получается, что прокрут рулетки на ТЛ однозначно не выгоден. Просто сугубо экономически. Ребят, если у вас есть 21 600, я обращаюсь к вам, не знаю, крича вам в ухо, не крутите данную рулетку, просто возьмите в магазине, купите себе 4 танка и радуйтесь жизни. Как я уже сказал, если вы за честность обзора, я надеюсь, что разработчики тоже за эту честность и не лишат меня пресс-аккаунта, то подписывайтесь, пожалуйста, на канал прямо сейчас. Я буду вам безумно благодарен за поддержку канала в его развитии. Ну и обязательно отблагодарю вам все новыми и новыми честными видео, которые я снимаю специально для вас. Мира вам, друзья мои. Спасибо большое за просмотр и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok